МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Дмитрий Галабир и это программа Продвопрос. Ваш навигатор в мире продовольствия. Смотрите с удовольствием. Мы приготовили для вас самую свежую информацию, вкусные факты, острые аргументы и полезные советы. Масштабные инвестиции в сельское хозяйство страны, поддержка малого и среднего агробизнеса, создание тысяч рабочих мест на селе. Мы финансируем крупнейшие проекты в агропромышленном комплексе, направленные на обеспечение продовольственной безопасности республики. Мы помогаем развивать животноводство и растить хлеб. Ради достатка в каждом доме, ради сильной и крепкой страны. Национальный управляющий холдинг Казагро. Аул без геомена. Генеральный спонсор программы – Национальный управляющий холдинг Казагро. Эффективные инвестиции в реальные проекты АПК. Делая вместе, достигаем большего. Смотрите в этом выпуске. Баранина на экспорт. Перспективы развития овцеводства. Кулинарное открытие. Диетический фиолетовый картофель. Белое золото. Как проходит уборка хлопчатника на юге страны. Камера, мотор, готовим. Кулинарный перерыв с известным телеведущим. Овцеводство – одна из старейших отраслей животноводства в Казахстане. Сохранить богатые традиции и дать им развитие в новом формате. Такая цель стоит перед отечественным АПК. Сделать овцеводство золотым руном агробизнеса станет возможным в рамках государственной поддержки. В том, какие перспективы ждет отечественное животноводство, разбиралась Зульфия Тимиргалиева. Баранину, пожалуй, можно считать культовым мясом восточной кухни. Для примера, в Казахстане 20% мясного меню составляет именно этот продукт. Свой рынок мы им обеспечиваем. Плюс ко всему, перспектива и на экспорт неплохая. В той же России дефицит баранины превышает 500 тысяч тонн. Поэтому нашим животноводам нужно наращивать объемы производства этого мяса. Тем более, что у Казахстана есть все необходимые для этого возможности. В том числе, природные. Казахстан – огромная аграрная страна. Из 274,5 миллионов гектаров всей территории Казахстана около 70% составляет это естественные кормовые угодья. А в ней произрастает ежегодно около 27-30 миллионов тонн кормовых единиц. Да и овцеводство для нас – дело традиционное. Еще в 80-е годы в стране насчитывалось около 36 миллионов овец. За годы рыночных реформ в результате издержек поголовье сократилось. Но сегодня отечественные фермеры занимаются увеличением масштабов овцеводства. Количество поголовья в 2002 году составило всего лишь около 10 миллионов голов. А в 2012 году, вот в прошлом году, на 1 января 2013 года, количество поголовья овец составило около 17,9 миллионов голов. Но дело не только в количестве поголовья, а в том, сколько мяса оно может дать. И с этим показателем в животноводстве не все так гладко. Чтобы повысить продуктивность овцеводства, необходимо увеличивать его племенную составляющую. Пока удельный вес породистого поголовья не превышает 14%. Планируется довести его до 23. Пополнить генофонд отрасли свежей кровью станет возможным и благодаря инвестиционным вливаниям из государства. С начала следующего года в рамках программы «Агробизнес-2020» фермеры смогут получать субсидии на проведение селекционно-племенной работы. Уже будет определенная поддержка овцеводства в виде субсидий овцематок. Основная производственная единица, которая сама себя воспроизводит, это овцематка. Поэтому вот эта политика, она правильная. Мы должны сперва не только сохранить, а мы должны размножать овцематок. Тогда мы получим больше, как бы скажем, и потомства. Фермеры смогут получать субсидии и на техническую модернизацию своих крестьянских хозяйств. Плюс ко всему, государство планирует возмещать животноводам на 80% затрат на строительство колодцев и обновление инфраструктуры на отгонных пастбищах. При такой финансовой поддержке есть и основания для роста производства мяса баранины. В 2012 году производство баранины составило 153 тысяч тонн. К 2020 году оно должно составить около 400 тысяч тонн. По оценкам экспертов, учитывая новые инвестиционные возможности овцеводства, отрасль сможет не просто увеличить производство мяса, обеспечив внутренний рынок, но и усилить свои позиции в мировом экспорте. По прогнозам, к 2020 году отечественная АПК доведет зарубежные продажи баранины до 45 тысяч тонн. Потрясающая новость для кулинарного мира. Картофель можно исключить из списка вредных углеводных продуктов. Казахстанские ученые занялись разведением и адаптацией нового сорта диетического картофеля. Этот продукт не только низкокалорийен, он обладает и другими полезными свойствами. Отечественная агронаука открывает новые вкусы и формы для мира продовольствия. Особых успехов наши ученые достигли в адаптации новых зарубежных сортов картофеля. За последние пять лет специалисты Казахстанского института овощеводства и картофелеводства привезли из Южной Кореи восемь новых сортов. Задача – выделить лучшие из них, привить к местным условиям и размножить для дальнейшего производства на территории Казахстана. Один из сортов южнокорейской селекции – Боровелли. Этот фиолетовый картофель отличается высоким содержанием антиоксидантов и аскорбиновой кислоты. Именно поэтому сорт признан диетическим. Когда антиоксидантов больше в каждом продукте, это значит диетического направления. То есть это для сахарного диабета можно использовать такой сорт. Диетическим этот сорт делает и низкое содержание крахмала. В этих клубнях его примерно в два раза меньше, чем в обычных. Кстати, фиолетовый картофель удивляет не только своими полезными свойствами и цветом, но и оригинальными кулинарными особенностями. Отличное вкусовое качество имеет. Для варки можно варить, жарить можно. Его можно кушать, есть в сыром виде, как салат можно употреблять. Из восьми сортов южнокорейской селекции наши ученые отобрали еще три. Они обладают редким для Казахстана генофондом. К примеру, клубни Yoli Valley раннеспелые. Быстрое созревание – это несомненный плюс для нашего климата. Резко меняется климат, поэтому нам желательно бы создавать ранние сорта, например, которые имеют короткий вегетационный период. А у нас все сорта среднеспелой группы сорта и позднеспелые. Другие сорта – Dason Valley и Q Valley – отличаются устойчивостью к засухам и болезням. Поэтому они оказались более устойчивыми к таким болезням, как фетофтороза. Поэтому мы отобрали. И по урожайности они превзошли стандартные сорта селекции нашего института. Пока эти клубни проходят сортоиспытания. Зато картофель Bora Valley уже внесен в государственный реестр селекционных достижений и теперь может быть допущен к выращиванию на казахстанских полях. И, возможно, совсем скоро фиолетовое чудо – диетический картофель – будет приятно дымиться на нашем столе. Далее в программе. Камера «Мотор. Готовим». Кулинарный перерыв с известным телеведущим. А прямо сейчас – репортаж из Южного Казахстана. «Белое золото. Как проходит уборка хлопчатника». Говорят, главный секрет лучшего плова – это хлопковое масло. Без него не обойдется ни один повар Южного Казахстана. Это и неудивительно, ведь именно здесь выращивают главное сырье для производства масла – хлопчатник. Или, как его называют, белое золото. Как раз сейчас идет уборка хлопка сырца. Основная страда проходит в самом хлопкосеющем районе Южно-Казахстанской области – Мактааральском. Под эту культуру здесь отведено 94 тысячи гектаров. Это около 70% всех пашин. Хлопкоробам крупнейшего агропредприятия «Камба-Ата» нужно собрать урожай с 250 гектаров земли. «Хотя мы поздно закончили посевные работы весной, в этом сезоне собираем хороший урожай. Для сравнения, если в прошлом году мы получили 35 центнеров хлопка сырца с одного гектара, то в этом году собираем 30 центнеров». Одним из факторов успешной уборочной кампании стали государственные инвестиции в белое золото. К примеру, только на проведении весеннеполевых работ дочерняя компания нацхолдинга «Казагра» – фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выделила хлопкоробам Южного Казахстана 650 миллионов тенге. Микрокредиты можно было получить по программе «Егэнжай». Инвестиции пошли на приобретение ГСМ, семян и минеральных удобрений. Помимо весеннеполевой компании, нацхолдинг «Казагра» поддержал хлопководческие хозяйства и во время уборочной. Через одну из его дочерних компаний «Казаграфинанс» крестьяне смогли приобрести современные американские хлопкоуборочные комплексы в лизинг. «Казаграфинанс» предложил очень удобные, гибкие для фермеров условия. Это финансирование до семи лет. Техника предоставляется в финансовый лизинг. Процентная ставка приемлемая для фермеров. На сегодняшний день было поставлено шесть единиц четырехрядных комбайнов. Один из таких красавцев скоро будет работать на полях этого хлопководческого хозяйства, пока хлопчатник приходится собирать вручную. Нужно провести дефолиацию, то есть удалить листья растений для облегчения машинной уборки урожая. Новая техника позволит качественно провести страду. Тем более, что рабочих рук на уборку хлопчатника не хватает. Весь хлопок сырец крестьянские хозяйства района сдают на местный перерабатывающий завод «Казак Мактаса». Он закупает сырье у хлопкоробов по выгодной в этом сезоне цене – 86 тысяч тенге за тонну хлопка первого сорта. Здесь занимается его первичной переработкой, получает из него волокно и улюк. Это хлопковое семя и есть основное сырье для производства хлопкового масла. Спрос на хлопковое масло в регионе очень большой, поэтому около 2000 хлопчатника будет отправляться на местные маслоперерабатывающие заводы. Учитывая высокую потребность региона в этом продукте, предприятие планирует построить еще один завод, который будет заниматься производством главного бренда Южного Казахстана – хлопкового масла. Кухня – это отличное место для установления личных кулинарных рекордов и создания лучших гастрономических шедевров. Новый гость звездного меню готов к самым смелым экспериментам. Тем более, что специально для телезрителей «Продвопроса» он приберег особый рецепт. Смотрим, записываем, пробуем. Всем привет! В эфире «Звездное меню». А это значит, что на телеканале «Хабар» настала пора провести время со вкусом. Со вкусом блюда, приготовленное нашим гостем. И знаменитым телеведущим Казбеком Казбеком. Казбек, привет! Здорово! Видишь, как я рад аж по ножу ударил. Итак, Казбек, с каким же блюдом ты сегодня пришел к нам в гости? Сегодня мы готовим азу по-татарски. Чтобы готовить азу по-татарски, нам в первую очередь нужны маринованные огурцы, лук, конечно же, и помидоры, укроп, картошка, мясо, томат и, конечно же, соль и перец. И подсолнечное масло. А, Казбек, начинаем мы приготовление азу по-татарски с... С луком. Расскажи, пожалуйста, напомни нашим зрителям, юным зрителям, как ты начинал свой творческий путь именно по дороге телевидения. На самом деле, я дозвонился до радиостанции и сказал свое мнение. Вы представляете? Я дозвонился и сказал свое мнение, и там же ведущие заметили, что у меня такой приятный голос. Потом... Сам себя похвалишь, не похвалишь, никто не похвалит, да? Потом... И как бы пригласили на радиостанцию, глаза щипят. Не плачь, не плачь. Да, да, да. Ему не больно. Все, лук дорезали, и теперь наливаем подсолнечное масло. Уже в разогретую сковородку, да? Обязательно в разогретую сковородку. Нам обязательно надо нарезать мясо, а ты, наверное, почищешь. Картошку. Ты говоришь, что именно азупо-татарский – это любимое блюдо, приготовленное твоей супругой, да, женой? Да. А какое блюдо готовишь ты чаще всего? Самое лучшее блюдо у меня, получается, это плов. Я не знаю, потому что я в любом виде люблю рис. И в сыром. Нет, в сыром нет, конечно. А, Казбек, ну ты уже прошел довольно-таки немаленький путь, путь от юного радиоведущего до уже авторитетного телеведущего, да? Расскажи, пожалуйста, какие твои дальнейшие действия, то есть где есть твой предел, куда ты растешь дальше? Какие планы? Насчет планов, планов очень много, на самом деле, у каждого человека должны быть планы. Сейчас есть продакшн, этот продакшн сейчас работает, мы делаем много разных телепрограмм. Ну, у нас лучок дожарился, теперь можно ложить мясо. Самый любимый мой ингредиент, жарим мясо. Хорошенько перемешиваем. Главное, не пересолить. И закрываем крышку, пусть она жарится где-то около 10 минут. 10 минут. Да, 10 минут и на малом огне. Ну, а пока оно жарится, мы, наверное, займемся... Обязательно же мы займемся помидорами, потому что помидор, томат, после мы должны положить сюда. В сковородку. В сковородку. Давай, я тебе тоже помогу. А, Казбек, ну, не так давно ты стал папой, да? Ты стал папой, у тебя родилась дочка, которую зовут... Эсманур. Что в переводе с... Что в переводе с арабского, это вот прямой такой перевод, да? Это означает, из всех имен самое светлое. Теперь мы выкладываем помидоры и добавляем томат. Помидоры. И добавляем томатную пасту. Все-таки замечательный аромат уже исходит. Можно сказать, что азу по-татарски уже на 50% готова, да? Да. Ну, пока мясо и помидорчики томятся в сковородке, мы не будем терять время и нарежем огурцы. А теперь добавляем в наше мясо картофель. А теперь, чтобы получился у нас бульончик, обязательно добавляем кипяток. Пока картошка тушится, я думаю, надо порезать укроп. Теперь можно ложить уже маринованные огурцы. Напоминаем, что огурцы, они соленые, маринованные и они хрустящие. Одну ложим обязательно в рот. Остальное сюда. Все, теперь наше блюдо практически готово. Теперь можно накладывать уже в тарелку. Опа, все, Казбек, наше блюдо азу по-татарски готово, да? Нет, еще нет. А теперь готово. А, ну, Казбек, спасибо, что сегодня пришел к нам в гости и приготовил фирменное блюдо своей супруги. Ну, я думаю, теперь это и твое фирменное блюдо. Рахмет, напоследок я бы хотел, чтобы ты попрощался с нашими зрителями своим уже знаменитым голосом. Голосом казахского левитана. Галстука нет, конечно. Ну, спасибо вам большое и всем приятного аппетита. Такой была эта продовольственная неделя. В следующем выпуске мы приготовим для вас новую порцию новостей. Как всегда, вас ожидают самые горячие темы, а на десерт – звездное меню. Генеральный спонсор программы – национальный управляющий холдинг «Казагра». Эффективные инвестиции в реальные проекты АПК. Делая вместе, достигаем большего. С вами был Дмитрий Голобир. До свидания. Масштабные инвестиции в сельское хозяйство страны. Поддержка малого и среднего агробизнеса. Создание тысяч рабочих мест на селе. Мы финансируем крупнейшие проекты в агропромышленном комплексе, направленные на обеспечение продовольственной безопасности республики. Мы помогаем развивать животноводство и растить хлеб. Ради достатка в каждом доме. Ради сильной и крепкой страны. Национальный управляющий холдинг «Казагра». Аул без геомана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин